Добрый вечер, вы в стране легенд. Нужно писать, узнавать, изучать много, бесконечно. И мы стараемся делать это здесь, в стране легенд. Поехали, начинаем. И не забывайте, что один из вопросов прозвучит и для вас, дорогие зрители. Итак, кто же играет сегодня с нами? А с нами сегодня играет команда IQ Amaliga. Долго мы этого ждали, особенно футбольные болельщики, футбольные фанаты. И кто бы мог подумать, во-первых, что они доберутся до этого второго раунда. И самое главное, прямо сейчас будут претендовать, друзья, на выход в финал. Да, потому что у нас Электромаш проиграл. Общеприднестровский народный форум, фавориты сезона, проиграли. Остались IQ Amaliga и команда партии обновления. Вот если выиграют и те, и другие, они уже автоматически в финале. Если кто-то проиграет, там мы уже будем думать. И, возможно, дадим еще один шанс ОНФ. Но это все подробности соревнований. А прямо сейчас перед вами команда IQ Amaliga. Лаврентий Анищенко, руководитель портала MoldFootball.com, бродкастер Amaliga, такой же, как и первый преднестровский телеканал. Наталья Арапу, менеджер портала MoldFootball.com. Рады вас приветствовать, первый раз с нами играете. Здравствуйте. Не боитесь? Нет. Я в компании таких мужчин, чего мне бояться? Да, чего бояться. Владимир Хорошилов, менеджер соревнований СОК Комолдова. И Сергей Урсул, исполнительный директор СОК Комолдова, он же капитан команды. Ну что, Сергей Михайлович, как готовились? Мы намерены сегодня насладиться игрой, получить удовольствие. Это самое главное, да? Все как в Amaliga. Для игроков, коими мы являемся в душе, это так. То, что в Amaliga золотой матч, это большое достижение, большая победа для лиги в этом сезоне? Ну, я считаю, что такие матчи, это вообще квинтэссенция турнира. И да, мы, к сожалению, в силу обстоятельств, которые нам не позволили сохранить стартовый состав участников, были вынуждены на сегодняшний день модифицировать формат турнира. Но ситуация так сложилась соревновательная, что по большому счету мы из классического двухкругового турнира сделали финальный матч. Это чуйка. Да, это, можно сказать, организационное чуйка. Вы молодцы, да. Мы выходим в эфир в субботу вечером, так что уже все видели на нашем канале золотой матч. Я уверен, всем понравилось. И здесь внизу еще раз результат его показываем. Итак, начинаем. В 1792 году, согласно Яскому миру, земли Южного Приднестровья вошли в состав России. В 1793 по второму разделу Польши уже и Северное Приднестровье вошло в состав России. Как польские депутаты согласились на раздел? Вот об этом будет наш вопрос. Итак, внимание, вопрос. Акт о втором разделе Польши должен был быть одобрен польским сеймом. Документ несколько раз выносили на голосование, но обстановка напоминала аквариум. Тогда некий депутат вспомнил устойчивое выражение, и акт о втором разделе Польши признали легитимным. Какое выражение вспомнил польский парламентарий? Аквариум – здесь пищевое слово. Аквариум, да, пришло. Там молчали, значит? Может быть, это речь от какой-то области, которая им принадлежала. Может быть, молчали, как рыбы? Молчали, молчали, как рыбы. А кто молчал, как рыбы по отношению к полякам? Может, что-то связано с Украиной, с этой частью Западной Украины? Северное Приднестровье – это Дубасар и выше. Это была речь посполитная, то есть вот эта территория перешла к Приднестровью. Что говорят этот польский парламент? Семь, да. Да, Семь. Он должен был дать согласие на разделе. Да, и было первоначальное отторжение, и потом он аргументировал это. Может быть, никто не мог взять на себя ответственность или непопулярное решение, да? Непопулярное. Отделить часть земли. Может быть, все молчали? Молчание – знак согласия. Или рыба, как рыба, облет. Молчание – знак согласия. Да, 100%. Ладно, хорошо, думаем еще. В любом случае, аквариум вяжется с этим устойчивым выражением. С молчанием. Да. И с тем, что его признали. Может быть, никто не хотел голосовать. Головой, облет. Как это выражение? Как рыба, рыба, облет. Вот, рыба, облет, да? Я сказал, что с темы забыл сразу. Ну, твоя версия очень хорошая. Друзья, 20 секунд. Молчание – знак согласия. То есть, все молчали, значит, все согласились. Ну, зачем нам по-польски? Нам нужно по-русски. Не ослужняй так. Так сложно. Ну, давай. Раз другого нет, то... Давайте попробуем, да? Господин капитан, кто отвечает? У нас Лаврентий усиленно тренировался с момента нашей последней игры. Я из разных источников слышал, что Лаврентий очень волнуется перед этой игрой. Поэтому доверим ему стартовый ответ. Да, вы его сразу на амбразуру. Итак, я задаю вопрос, Лаврентий отвечает. Акт о втором разделе Польши должен был быть одобрен польским сеймом. Документ несколько раз выносили на голосование, но обстановка напоминала аквариум. Тогда некий депутат вспомнил устойчивое выражение, и акт о втором разделе Польши признали легитимным. Какое выражение вспомнил польский парламентарий? Лаврентий? Мы думаем, что депутаты не могли никак решиться принять это решение, и молчали как рыбы. А некий депутат находчивый сказал, молчание – знак согласия, и, соответственно, закон был принят. И Польша сразу потеряла часть территории? Это уже детали. Да. Считаем, что выражение было примерно такое. 1-0, а Малига впереди. В середине XVIII века Речь Посполитая уже не была в полной мере независимой. Российские императоры оказывали непосредственное влияние на избрание польских королей. Особенно ярко эта практика видна на примере избрания последнего правителя Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Это бывший фаворит российской императрицы Екатерины II. В 1793-м произошел второй раздел Польши, о котором мы говорим. Так называемый Гродненский сейм был. Кульминацией сейма, заседания парламента, стало знаменитое немое заседание 23 сентября. Оно затянулось до утра. На требование сеймового маршала Белинского, ну, по сути, спикера, одобрить договор с Россией и потерять часть территории, депутаты просто молчали. Ну, такая польская смелость. Как рыба в аквариуме. И, наконец, краковский депутат Юзеф Анквич проговорил, молчание есть знак согласия. И на этом Белинский признал договор одобренным. Вот так бы в любом парламенте, да? 1-0. Есть прилип. Молодцы, здорово начали. Уже не опозоримся. Уже 1-0. У нас есть команда, да, которая проиграла 1-6 и при этом играла достойно. Так что вы уже молодцы. Да, вид на заднем плане, всем объясняем, это арена Лайзвор в Кишиневе. Как раз место проведения золотого матча Амалиги и вообще Амалиги в последнее время. Все, собрались. Итак, вопрос номер 2. 19 декабря 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР. Назывался «Об ответственности за мелкое хулиганство». В качестве наказания за нарушение общественного порядка и спокойствия, сквернословия и другие непристойные поступки предусматривался арест. Срок был от 3 до 15 суток. Как иронично называли тех, кто попал под этот указ? Друзья, такой вот вопрос. Это у неяц-алкоголики? Ну, это не алкоголь-бурганство. Это у нас было слово, я сказал, что еще там. Матершинники? От 3 до 15 суток. Суточники какие-то, может быть, что это такое? 3-15 суток, корее. 3-15. 3-15. Как их называли? В этом фильме не было, про Шурика. Помните, когда им наряды давали? Что-то они оттуда не использовали. Граждане, алкоголики, тунеядцы и кто-то еще. Им давали вот эту вот работу, общественную нагрузку. Общественники, может быть, какие-то. Так, думаем, думаем, генерируем. Давайте что-нибудь, неважно что. Мы должны думать. Может быть, что-то с камерой связано. Да, недопреступники. Итак, 19 декабря 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР об ответственности за мелкое хулиганство. В качестве наказания за нарушение общественного порядка и спокойствия, сквернословия и другие непристойные поступки предусматривался арест на срок от 3 до 15 суток. Как иронично называли тех, кто попал под этот указ, друзья? Декабристы? Почему? Потому что нам не зря сказали. Дату? Но 1956 год. Главное, что декабре, и может быть их декабристы. Декабристы, ссылка, ирония, что-то такое может быть. Декабристы, иронично. Нет, типа по какой статье? Декабрист, знаешь, как политически, по 58-м. Ну давайте еще обсудим, пока у нас есть. Так, давай еще будем. То есть, ну как бы иронично, декабристы, вот неплохо, а что-то смешнее, это чересчур, мне кажется. Во времена становления активного СССР вы применяли этот термин декабрист? 15 секунд, окей, или в том-то иронии. Вот это и прикольно, что... Это же народ говорил, это не сверху слово, это снизу было. Ладно, думаю еще... Это не очень активное слово в это время. Это сейчас Хручев и власти в это время, это еще 1956 год. В принципе, откипель, возможно, что это слово заходило. Это тоже не скажу, словили, матерились, кричали, говорили. Сергей, время отвечать. Кто отвечает? Давайте попробуем дать проявить себя Наталье. Ей тоже нужен кураж. Итак, Наталья Арапа будет отвечать. Задаю вопрос, Наталья отвечает. 19 декабря 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР об ответственности за мелкое хулиганство. В качестве наказания за нарушение общественного порядка и спокойствия, сквернословия и другие непристойные поступки предусматривался арест на срок от 3 до 15 суток. Как иронично называли тех, кто попал под этот указ, отвечает Наталья. Ну, у нас больше идей нет, только то, которое сказал Лаврентий, что их называли декабристами. Иронично. Да, потому что указ вышел в декабре. Как вам такое юморство? Ассоциация есть такая. Но тоненького. Владимир говорил, что не очень смешно, да? Итак, принимаю ваш ответ, декабристы. Да, редко приходится такое говорить, но тем не менее... 2-0, друзья! Да, Лаврентий, заканчивай просто! Ты очень хороший сегодня! А может, нам идти? В общем, я так понимаю, что Лаврентий... Лаврентий как-то по-особенному готовился к этой игре. Это просто MVP-тура! Я засыпал под канал Discovery специально. И там тоже были декабристы. В данном вопросе, на самом деле, ничего не надо было раскручивать. Бывают у нас такие вопросы. Просто внимательность. Да, указ вышел в декабре. В народе таких нарушителей называли декабристами. Вот народ был, а? С юмором. Декабристы были известными нарушителями общественного порядка и спокойствия. Так, Владимир? Поднимали против самодержавия народ. И не зря мы сказали, иронично называли. Ну, мелкое хулиганство и декабристы. Тут и есть какой-то такой юмор. Может быть, час непонятный, но тем не менее. Вы-то поняли. 2-0. Ничего себе вы начали. Что-то вытащили. Активное начало. Почему бы это? Не сдуться было. Друзья, фавориты вырываетесь. Какой натиск вы проявляете? Но... Сейчас физику реально проверим. Просто в соке все может поменяться в любой момент. Так что проверим, как оно дальше-то пойдет. Итак, вопрос номер 3. В 1824 году некое бедствие постигло южные территории России. Проанализировать ситуацию и составить подробный отчет поручили 25-летнему представителю внешнеполитического ведомства. То ли неприязнь к губернатору, то ли бессмысленность миссии, то ли обычная лень. Но в итоге на свет появился отчет всего из пяти строк. О каком бедствии 19 века идет речь? В 1824 году. Глермонтов, кто там был? Грибоедов. Что за действия? Пожарного днания. Это конец правления Александра I. Южные рубежи. Это примерно территория современного Приднестрова. Но, скажем так, рядом. Что-то здесь примерно. Это может быть и Кавказ. Это может быть все, что будет. Но я думаю, что мы будем двигаться сюда. Что у нас? Какие бедствия? Это пожары были. Наводнения, может быть. Наводнения. Наводнения. Афтера землетрясения. Горы. Это Юг России. Не сказали Юг Приднестрова. Это Юг России. Ну, тогда уже Тирасполе был в составе Российской империи. Не зацикливайся только на это, что годы, может быть. Что ли неприязнь, что ли? Идей какая. 20-летний чувак, он очень ленивый. Может быть, безответственно, написал какие-то пять строк. Эти пять строк, они, видимо, известны или что-то с этими пятистроками. Речь идет. Нам нужно ответить на вопрос, что за бедствия. Подождите, Пушкин тоже бывал у нас. Внешнеполитическое ведомство. Там кто был? Грибоедов? Нет? Сколько ему было летом? По-моему. Он работал в мире? По-моему, да. Пушкин, подождите, Пушкин, а сколько лет умер? 37. 24 плюс... Нет, внутри сколько-то. Объедствовать, может, речь идет о том, каких-то катаклизмов. Да, мне кажется, что... Мне почему-то кажется, да, здесь не катаклизмы, однозначно. Однозначно, это просто просто. Сказали, бессмысленность миссии. А что? Если бы были какие-то масштабные катаклизмы, как наводнение или еще что-то, то, наверное, был бы отчет побольше. Побольше. А здесь что-то такое, чего... Подождите, 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 что-то, может быть, у меня в голове в Бендеры, по-моему, в Бендеры приезжала, что-то с мостом было связано или с переправой. Надо было построить, потому что Бессарабия, Молдавия, да, объединить пути. И что-то с мостом было. И, по-моему, в Бендерах... Вова, сказали бы, что это юг Приднестровья, здесь сказали именно южной территорией России. Мне кажется, что... Так тогда Бессарабия уже как раз стала самой южной территорией России. Кишинек, Бессарабия. Тогда бы уточнили географию. Лаврентий, я тебе говорю, что-то с мостом... Какой-то между собой был на месте, по-любому. Какая-то мелочь. Может быть, ссора какая-то. Время определяться. Друзья, кто отвечает? С природными явлениями. Попробую ответить я, потому что ситуация сложная. Патовая. Так. У нас конкретной версии нет. Поэтому мы просто привяжемся к тому, что это юг России. И привяжемся к природному бедствию, как к засуху. Засуха, да? Да. Принимаю ваш ответ. Засуха. Незначительная с точки зрения чиновника Министерства иностранных дел. 23 мая он написал. Летела, летела. 24 мая. И села. 25 мая. Сидела, сидела. 26 мая. Все съела. 27 мая. И вновь улетела. Подпись. Калежский секретарь Александр Пушкин. Лаврентий говорил вам. Да. Это нашествие саранчи. Слушай, вот вы читали ответ действительно. Почему мы тебя не послушали? Как же так? У нас слишком много версий было. Она не оформилась. Это был Пушкин. В мае 1824-го вот это бедствие захлестнуло южные земли Российской империи. Генерал-губернатор Михаил Воронцов, кстати, есть бюст в Бендерской крепости, да, поручил молодому 25-летнему сотруднику коллегии иностранных дел проанализировать ситуацию и составить отчет о мерах борьбы с этим бедствием. Ну, понятно, Пушкин не для того в коллегию иностранных дел шел. Ему это задание не очень-то понравилось. И по воспоминаниям современников, этот калежский секретарь Пушкин был не в восторге от задания. Можно легко вычислить. Кстати, по годам. Я верил, что Владимир вам сразу скажет. У него с датами все хорошо. 1799 год рождения Пушкина. 1824, 25 лет. Неприязнь Воронцова и Пушкина известна. После последней крупной ссоры поэта сослали в Михайловск, а это будет чуть позже. А Воронцов направил Пушкина делать отчет по стихийному бедствию. Поэт уже тогда понимал бессмысленность действия. Писать пустые отчеты, ну, не для гения же. Он поехал и написал вот эти пять строк, которые я назвал выше. 2-1, а могло быть 3-0. Счет 2-1, а Малига впереди. И вопрос номер 4. Это один из самых старых и популярных богов у славян. Он охранял домашний очаг и тепло. По преданиям, он мог помочь защититься от зла, оберегал границы. А как его звали? Такой вот простой вопрос. Перун, я помню, там был. Ну, вот это твоя тема. С границей и что? Это должно быть какое-то имя, которое содержит либо очаг, либо тепло, либо зло, либо границы. Вот что такое видоизмененное? Границы не могут быть, не только границы дома, не знаю, там границы. Домовой может быть? Домовой, нет? Это один из самых... Старых богов. Богов у славян. Боги, божества, там это все такое, там не было такой прямо религии. Хорошо. Ладно, думаем дальше, давай. Подожди, а тебе известно, что Перун у него была? Я не говорю, что это Перун. Миссия, назначение. Ну, это был главный, насколько я помню. Но он такой общий был, как Зевс. Злый день какой-то. Других богов, знаешь? Просто перечислить. Да откуда? Отчаг. От техславян. Техславян. Оберегал от зла. Ты же Лаврентьев Границ. Так, потом посмеемся. Ой, серьезно? Пограничник какой-то. Сергей Михайлович, кто отвечает? Время пришло и прошло. Попробует ответить Лаврентий. Так, Лаврентий. Надеемся на его... Палочка-выручалочка Лаврентий. Это один из самых старых и популярных богов у славян. Он охранял домашний очаг и тепло. По преданиям, он мог помочь защититься от зла и оберегал границы. Как его звали Лаврентий? За неимением других версий, отталкиваясь от четырех ключевых слов очаг, тепло, зло и границы, мы предположим, что это был домовой. Домовой. До наших дней дошла легенда о том, как появился этот бог. Согласно ей, часть войска Велесова сошла с неба на землю, чтобы помогать всем живым существам и оберегать их от опасностей. Среди тех, кто спустился, был и он. Бог и тот, кто у нас зашифрован в этом вопросе. После того, как Сварог завершил создание земли, этот бог получил наказ поделить ее между людьми. И во время раздела началось. Кричали, чур мое, чур мне. Так его и зовут. Чур. Оберегал границы. Ответ. Бог. Чур. Не было у вас такой версии. Он раздал людям землю и сказал обтесать бревна, чтобы разметить ими границы земельных наделов. Границы были объявлены неприкосновенными. Никто не имел права передвигать пограничные столбы, которые потом прозвали чурками или чурами. Ну, потом в истории их много раз двигали. До сих пор можно услышать фразу «чур меня», которую произносят, желая избежать опасности. Два-два. Меня просто долго радовали. Сразу два получили. Скоро прозвучит и бонусный вопрос для зрителей. Сканируем QR-код на наших экранах, переходим в нашу группу «Страна легенд» в нашем телеграме и отвечаем на бонусный вопрос, который прозвучит для зрителей. Обычно зрители быстрее, чем участники команд на него отвечают. Да-да, надо немножко добавить, наверное, на активность. Ну, вы видите, что, в принципе, вопросы рядом. То есть не нужно глубоко копать. Ну, да, пока что не Маяковский. Я понял, что это все. Пока что. Начинается все самое интересное. Напомним, всего лишь победить вам надо, чтобы выйти в финал. Итак, вопрос номер пять. Некоторые Владимира Набокова называют самым спортивным писателем из русских классиков. Еще в Тенишевском училище он увлекся сравнительно новой тогда для России игрой. Набоков говорил, его миссия в этой игре окружена ореолом особого романтизма и есть в ней что-то одинокое и независимое. О какой игре идет речь? Ну, вопрос интересный. Сначала думал, что это... Год, когда, годы жизни его, когда? Набоков? Да. Еще в... Ну, я не готов сейчас ответить. Я сначала думал, что это теннис... Реол особого. Может быть. Но в теннис, в одиночество, в теннис один на один, ну, ты же не играешь в одиночестве. Знаешь, почему теннис? Потому что Николай Второй очень любил теннис и, возможно, как бы... Когда он примерно жил? Нет, я не готов. Гольф может быть это? Может быть, и теннис может быть. Давайте еще думаем, что... Может быть, какой-то хорошо. Может быть, какой-то хорошо. Игры, какие игры зарождались, развивались в его время. Слушайте, не знаю, на коньках он не мог кататься. Россия, коньки... Лыжи. Ну, это не игра. Лыжи. Речь об игре. Спортивное ориентирование какое-то. Футбол, хоккей. Миссия. Он видит свою миссию даже в этой игре. Понимаешь? Вон. Одинок. Игра, речь об игре. То есть, это не индивидуальный вид спорта какой-то. Но... Но вот шахматы, шашки. Ну что, это новое, зарождающееся в это время в России? Ну, какие-то чемпионаты. Ладно, думаем еще. Про футбол, речь не может быть. Про футбол. Про футбол. Может быть, фехтование? Интересно. Романтизм? Ты там один на один. Нет. Бокс? Ну, я думаю, что зарождалась в это время. Почему? Как раз мог и зарождаться. Господин капитан, время принимать решение. Я говорю, вот Николай Викторий играл в теннис. Это, по-моему, как бы, ну, примерно один из того периода. Особенно романтизм. Надо решаться. Давайте, Сергей Михайлович. К вам уже как говорим. Владимир Хорошилов, повторите вопрос, пожалуйста. Владимир Хорошилов, да, отвечает. Итак, некоторые Владимира Набокова называют самым спортивным писателем из русских классиков. Еще в Тенишевском училище он увлекся сравнительно новой тогда для России игрой. Набоков говорил, что его миссия в этой игре окружена ореолом особого романтизма. И есть в ней что-то одинокое и независимое. О какой игре идет речь? Владимир Хорошилов отвечает на этот вопрос. Давайте. Игра, игра. Все-таки это игра. Я поменял, да, свое решение. Давайте мы остановимся на... Николай Второй любил теннис. Возможно, это направление, да, эта игра захватывала тогда Россию, в том числе и Императора. Один из первых, кто этим занимался, возможно, был Владимир Набоков. Давайте, это будет теннис. Теннис. Настоящая драма у нас развернулась с обсуждением в этом вопросе. Когда Набокову было 11 лет, его отец решил, что домашнее образование неплохо бы дополнить школой. Обучение в Теннишевском училище Набоков описал в автобиографическом романе «Другие берега». Я был превосходным спортсменом, учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью. Кстати, в этом же романе есть описание его визита в Каменку в 1911 году к родственникам Витгенштейна. Дальше он эмигрировал в Великобританию, поступил в Тринити Колледж при Кембридже, не оставил увлечения любимой игрой. Набоков говорил, что его миссия в этой игре окружена ореолом особого романтизма. В его одинокости, это цитата, и независимости есть что-то байроническое. Владимир Хорошилов. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазеют дети и девушки. Набоков играл в футбол. Он был вратарем, Владимир. Как новый, что значит, как новый век спорта. Не новый, я возьму футбол. Ну вы же голкипер, Владимир. Вы же знаете, что в этой миссии есть что-то одинокое и независимое. Вы мне сами об этом говорили, что полевые игроки всегда от мяча отворачиваются, а вы всегда на него идете. Это же самое одинокое и независимое, что может быть в этой игре. Как у нас красиво получилось, что именно Владимир отвечал на этот вопрос. Зато я буду знать, что Набоков это голкипер. Это вообще фантастика. Набоков был вратарем в футболе, да. 3-2. У Сережи была эта идея. Он сказал, что нас могут словить на самом легком. Ладно, поехали дальше. 3-2. Настоящая драма. Итак, вопрос. Чтобы эффективнее агитировать крестьян, народники пытались достичь внешнего сходства с сельскими жителями. Народники, революционеры, да. Переодевались в простую одежду, подражали в речи. Однако большая часть агитаторов вела беспросветную жизнь в городах. И как бы они ни старались, одной важной детали им все-таки не доставало. Назовите цвет этой детали. Кожа, кожа, не было загара. Да, хорошо. Цвет какой цвет? Цвет кожи. Они не были загорелые, они были белые. Цвет загара. Цвет загара, цвет кожи. Они были смуглые крестьяне. Они пахали. Потому что пахали поля? То есть они прикидывались крестьянами, да, но их выдавало. И потом, когда они приходили агитировать крестьян, крестьяне понимали, что... Что чувак не имеет общего. Он не один из нас, потому что они же пытались... Горожанин, который приходит и маскируется под них, но они не знают. Да, хорошо. Давай другие верти. Цвет волос. Выгоревшие волосы. Чем они? Там шла речь о том, что они переодевались, да? Давайте, чтобы не затягивать. Я думаю, лучше вам они придумали. Лаврентий, давай. Вопрос еще раз задаю. Чтобы эффективнее агитировать крестьян, народники пытались достичь внешнего сходства с сельскими жителями. Переодевались в простую одежду, подражали в речи. Однако большая часть агитаторов ввела беспросветную жизнь в городах. И как бы они ни старались, одной важной детали им все-таки не доставало. Назовите цвет этой детали. Лаврентий? Мы думаем, что им удавалось во всем подражать, кроме того, чтобы сымитировать цвет кожи. Им не хватало загара, который выделял очень сильно тот факт, что они не пашут в поле, а живут беспечно в городе. Какой цвет? Цвет кожи. Цвет загара. Цвет загара. Итак, народничество, как идеология, зародилось в 1860-х, в революционных кружках и организациях. А в 1870-х получило развитие вхождений в народ. Безумная идея, конечно, была массовое движение разночинной молодежи в деревню с призывом к крестьянской революции, свержению самодержавия и установлению общинного социализма. Отсюда и название. Народники. Движение потерпело неудачу. Власти старательно выявляли пропагандистов и пресекали их деятельность. А крестьяне в массе не поддерживали вообще народников, вообще не понимали, чего от них хотят. И далеки на самом деле были народники от народа. Я сюда привожу пример, когда Толстой подробно описывал в своих произведениях, как он косил там, да. Он все любил косить траву, а на самом деле крестьяне там где-то рядом просто смеялись с него. И в речи он им пытался подражать. Ну, был молодец, конечно, а вот косил плохо. Вот. А что касается народников, они переодевались в простую одежду, говорили крестьянским языком, но большая часть из них были молодежь из города. Беспросветная жизнь. Вы это сразу услышали. Кожа их была белая, им не доставало цвета загара. Ваш ответ принимается 3-3. Браво, браво, молодцы. Прицелочки. Хорошие. Мы в игре. 3-3. Вот это борьба. Итак. Вопрос номер 7. Этот вопрос прозвучит и для зрителей тоже, так что будьте внимательны. Блокноты, ручки берем, переходим по QR-коду в наш телеграм-канал и отвечаем быстрее, чем IQ Amaliga. У вас получится, заберете потом приз. По легенде, этот населенный пункт основали еще казаки в 17 веке. Название дали в честь местности. Очень уж впечатлили холмы. Восхищались природой и гостившие в селе Петр Витгенштейн, декабрист Пестель, Раевский. В 19 веке там запустили особый механизм из Швейцарии. Назовите населенный пункт. Мельница, Швейцария. Холмогоров есть какая-то? Нет, у нас на севере. Каменский район. Каменский район. Были там Витгенштейн. Просто не могу прямо сходу вспомнить, где она, где она, где она. Нарашков нет. Нарашков, холмана нет. Холмы. Лох, что-то с холмами. Есть название, чтобы было холмы? Чтобы в названии, мы должны назвать населенный пункт, чтобы там было слово холм. Есть что-то такое? Нет. Это же казаки, у них название может быть что-то по-другому. Может, холмы, типа, высокие. Может быть, что-то с высотой связано. Что у нас там по... Давайте сосредоточься. Особый механизм, правильно? Какой может быть механизм? Мельница, это нормальный механизм для Швейцарии? У нас она есть там. Витгенштейн, они все там были. Витгенштейн, это строенцы. Просто... Ну, неужели это строенцы? Строенцы были в прошлом выпуске, не будет. Вот я вот только про это и говорю. Зачем я посмотрел прошлый выпуск? Он сказал, что дали название казаки, очень, уж очень их впечатлили холмы. Холмы. Значит, название связано с холмами. Но оно не обязательно... Холмы, что они длинные, высокие. Какие еще холмы? Ну, может быть, какая-то горевка какая-то. Нет, горы. Не, Лавренть, это просто подсказка на север Приднестровья. Типичная подсказка. Горы, возбушение. Супка, да. Белочи. Есть мельница в селе Белочи. Рыбинский район. Что значит, Белочи? А как это относится к местности и к холмам? Там белые холмы. Друзья, от 30 минут. Белые холмы. Поехали, да. Мы готовы. Готовы? Мельница в селе Белочи. Да. Ничего себе, я даже версию вас не слышал. Ну, хорошо, давайте. Итак, кто отвечает? Я. Владимир. Эх, Владимир, я представляю, сколько мыслей у вас. Сейчас в голове. Итак, по легенде, этот населенный пункт основали еще казаки в 17 веке. Название дали в честь местности, очень уж впечатлили холмы. Восхищались природой и гостившие в селе Витгенштейн, Пестель, Раевске. В 19 веке там запустили особый механизм из Швейцарии. Назовите населенный пункт. Село Белочи, Рыбинский район сегодняшний. Белочи. 4-3 в пользу Амалиги. Вы должны были это сделать. Вот это красиво. В самый нужный момент. Официально населенный пункт основали еще в 1794 году. Предания гласят, что возникновение села на самом деле связано с польской крепостью Калавур, где проходили службу казаки. Вам вообще не интересно про Белочи, что ли? Белочи это вообще лучшее село в Приднестровье. Там, кстати, есть шикарное кафе, если там были, и при этом там запрещен Wi-Fi. То есть он есть, но его не дают. Такого места больше не найдете нигде. В 1646 году Семен Беляк, это казак, привез сюда из Украины 25 семей. Они основали поселение. Ну и дальше началась великолепная история. А потом мельницу привезли из Цюриха в 1888 году. Вот так. А недавно, кстати, в Белочах были выборы главы села. Там ноздря в ноздрю шли кандидаты. Там выборы, кстати, несколько раз проводились из-за того, что они набирали одинаковое количество голосов. А в итоге мэром знаете, кто там стал главой села? Артем Мазур, но не наш. Серьезно? Да, Артем Мазур, но не наш. А, что ж такое? Вот так вот. Вот так. Но он мог бы, я думаю, вполне. Он бы там быстро разобрался в этих Белочах. Сейчас уж точно. Да, 100%. Итак, 4-3 в вашу пользу. Я видел, что Владимир знает ответ. Он вот на протяжении всего обсуждения просто пытался вспомнить, где же конкретно эта мельница находится. Где же эта мельница? Что-то думал, что строенцы, но когда команда дала паузу, я начал схематично выезжать из Рыбницы по всем населенным пунктам и перед как раз перед строенцами Белочи. И вспомнил, что мельница в селе Белочи 5 лет работы на телевидении. То есть я вспомнил, я же там был. Слушайте, а может я вообще сниму галстук? А? Эмоции. Эмоции-то кипят. Забирайте. Итак, многие лингвисты считали его губителем русского леса. Большевики в свое время даже бросили на борьбу с ним матроса в Балтике. Он не сдавался. Сначала наступал Колчаком, но позже бежал с Деникиным. Однако полностью искоренить его не удалось. О каком губителе русского леса идет речь? Это человек вообще или что-то абстрактное? Типа промышленность может быть? Я думаю, что речь о писателе. Лингвисты. Лингвисты. То есть это какой-то человек? Почему губителем русского леса? Может быть опять же производная какого-то рубить? Может быть дерево. Давайте дерево что-то с деревом связано. Деревянное дерево. Дровосек какой-то. Звонок другу? Мы далеко от версии. Губитель русского леса. Что пропадает зелень, воздух, кислород. Может быть промышленность тогда развивалась? Лингвисты. Почему лингвисты? Что-то связано со словами. Лингвисты большевик языком. Он сломал слово что-то. То есть он неправильно употребил может быть слово. А почему леса? Лингвисты без матросов. Хорошо, давай попробуем. Это какой-то литератор, который был за белых. Так. Своими произведениями он как бы агитировал может быть за белых. Может быть даже повоевал чуть-чуть за белых. И в итоге там эмигрировал или что? Лингвисты. Любитель русского леса. Может быть его потом уже назвали, кстати. Может он не писал неправильно. Кто из литераторов? Ну, Закрасный, Маяковский, Есенин, они все как-то. Это кто-то эмигрирующий? Присягнули действующую власть большинка. Кубитель русского леса. Матросов Балтийского флота. Значит, это где-то было там в районе Ленинграда. Но он, наверное, был в составе армии Колчака и Деникина. Что есть в кого-то еще какие-то варианты? Я не знаю, что еще. Давайте решайте, кто отвечает, и я зачитаю для него еще. Нету версии. Такое бывает, когда нету версии? Бывает. Ну, а что сказать? Нет ответа. Толстой, можно сказать, с таким же ее. Губитель русского леса. Толстой. Горький. Горький. Кстати, интересно. Ну что, будет ответ или оставляем все без версии? Нет, мы будем отвечать для вас. Нет, мы попробуем. Давайте. Попробуем, конечно. Пальцем в небо. Кто отвечает? Сережа ответит, значит, этот вопрос. Давайте, я отвечу. Все самое сложное, все самое плохое саккумулируется. Хорошо. Многие лингвисты считали его губителем русского леса. Большевики в свое время даже бросили на борьбу с ним матроса в Балтике. Он не сдавался. Сначала наступал Колчаком, но позже бежал с Деникиным. Однако полностью искоренить его не удалось. О каком губителе русского леса идет речь? Мы думаем, что это кто-то из писателей лояльных к белой власти. Поэтому рискнем предположить, что это был Максим Горький. Максим Горький. Против матросов в Балтике. Окей. А почему вы за лингвистов не уцепились? Пытались же. Лингвисты – это вообще первая подсказка, в какую сторону надо вопрос раскручивать. Филологическая сторона. Большевики. Начало 20 века. Книга «Слово о словах» Лев Успенский писал. Повсюду, где еще держалась белая армия, где цеплялись за власть генералы, фабриканты, банкиры и помещики, старый он выступал как их верный союзник. Он наступал с Колчаком, отступал с Юденичем. Бежал с Деникиным и, наконец, уже вместе с бароном Врангелем убыл навсегда в невозвратное прошлое. Знаете, о чем речь идет? Речь идет об одной маленькой букве. Букве. Это твердый знак, друзья. Йо, Йо и Е, да? Это буква Ер или твердый знак, да. Чтобы напечатать эту букву, посчитали большевики, тратилось 8% времени. В денежном выражении она обходилась российской казне в 400 тысяч рублей в год. Тогда много. Была самой дорогостоящей, при этом не читалась. Придумали ее ставить еще Кирилл и Мефодий, полностью не искоренили, в некоторых словах она, конечно, осталась. Почему губитель русского леса, а не языка тогда? Может быть... Почему губитель русского леса? Потому что уходило много бумаги, много леса. Понимаете? Много леса, много бумаги. Так они его и называли. Слишком много ступеней, надо было выстроить, чтобы... 4-4. Вопрос был классный на самом деле и такой, берущийся, да. Вы умеете, проиграв, пойти дальше. Но все в ваших руках. Это наша фишка. Итак, счет 4-4, вопрос номер 9. Некоторые историки полагают, что зачатки Пугачевского бунта берут начало еще со времен Елизаветы Петровны. В 1754 она издала указ, по которому в своем мирном промысле казаки оставались практически без дохода. Назовите составную часть этого промысла, которой лишились казаки. Что там? Рыба, какие-то товары, что они постоянно... Животные, товары, оружие. Чем они занимались? Может быть, какие-то товары они перевозили? Чай, контрабанда какая-то, может быть? Может быть, что-то с монетами, с деньгами связано. Чеканка? Чеканка. Казаки, чеканка. Тогда, по-моему, был при Елизавете Петровне учрежден первый государственный банк. Почему еще? Этим казаки занимались? Я накидываю версии. То есть, что-то, мне кажется, это было связано с... Помните, был медный бунт еще? Там, когда про вещи при Алексееве Михайловиче... Пугачевский бунт, это когда? Какой год? Это 1700... 1774. За 20 лет до этого... Был какой-то указ, который лишил казаков части дохода. Что там, индикатором для Пугачева что послужило? Крестьянское восстание. Крестьянское восстание. Ну, что было индикатором? Ну, а что крестьян может быть недовольным? Жизнь недовольным? Может быть, у них были какие-то там дали на землю какую-то. Ну, то есть, у них было. Где они могли там что-то посеять, что-то вырастить, а потом у них это отобрали. Ребята, расставная часть. Может, они у кого-то работали? Какие-то услуги? Ты абсолютно права. Они делали чеканку, там, двора и так далее. Она очередила государственный банк этим, начала заниматься в государстве. Господин капитан, кто отвечает? Ну, другой версии нету. Я... Давайте я попробую. Итак, некоторые историки полагают, что зачатки Пугачевского бунта берут начало еще со времен Елизаветы Петровны. В 1754-м она издала указ, по которому в своем мирном промысле казаки оставались практически без дохода. Назовите составную часть этого промысла, которой лишились казаки. Мы предположим, что казаки до выхода указа в 1754-м году занимались функциями банковскими и производили, изготавливали монеты для экономики. Экономики, да, государства. Мы полагаем, что их ограничили в этой части и запретили, может быть, в полной мере, может быть, в частичной, добычу и обработку металла, предназначенного для изготовления монет. Добыча металла. И вот у вас получилась часть промысла. Итак, добыча металла. Пугачевский бунт, как его называли, бессмысленный и беспощадный. И так о нем писал Пушкин, кстати. Историки полагают, что истоки бунта зародились еще при Елизавете Петровне. В середине 18 века крепостная система в России достигла своего апогея. Крестьяне лишились своих последних прав, их судьба полностью находилась в руках помещика. В стране сложилась порочная практика продажи крестьян, разлучения семей, также ссылки непокорных людей в Сибирь. Крепостных дарили, меняли, выигрывали в карты и в целом делали с ними, что хотели. Подобная ситуация сложилась и на землях, где проживали казаки. Сословие, которое считалось одним из самых вольных, в раз лишилось своих прав и свобод. И было поставлено под каблук, логично тогда, да, императрицы. В частности, указ 1754 года. Елизавета Петровна ввела государственную монополию на соль, отменив вольную добычу этого стратегически важного товара. Но мы были близки. Казачья экономика была основана на добыче и переработке рыбы. И во многом зависела вот вам часть промысла от добычи соли. У вас логика была такая же правильная. Вот промысел, вот его часть. Но немножко не в ту сторону. В 5-4 в пользу первого Приднестровска. Вам будет много чего обсудить после этой игры. Я знаю, что вы долго переживали после предыдущей, обсуждали каждый вопрос. В этот раз будет так же, я уверен. И это будет эмоционально. Ходим рядом. Но ничего, это хорошо. Счет 5-4. Игра до 6 очков. В любом случае, вы останетесь в игре. В стыке вы уже попали. Но у вас есть шанс пройти в финал. Просто возьмите два вопроса. Как много в футболе решается на последних минутах? Философский. Мы же вам обещали самую интересную игру. У вас получилось. Пока это, по-моему, так. Игра классная. Итак, следующий вопрос, крайне важный для вас. Философский. Это слово в китайском языке состоит из двух иероглифов. Один означает опасность, а второй – благоприятную возможность. Назовите это слово. Это что-то типа кризис или банкрот, или то ли вот что-то такое. То есть, когда уже, казалось бы, все, капец. А нет, воспринимать не как капец, а как возможность. Что еще есть? Банкрот точно нет. Банкрот есть. Нет, я говорю про идею. Самая идея не могут быть иинь-янь. Иинь-янь – это обратные противоположности. Я где-то встречал. Это какая-то… То есть, казалось бы, что все, крышка. Но они это рассматривают не как крышка, а как хорошая возможность для чего-то это. Любой кризис – это новые возможности. Да, это новые возможности. Да, но я не помню, что за слово. Давайте думать. Дефолт какой-то. Ну нет. Нет, это… Вы увидите, ответ будет очень легкий. Ну что? И надо будет очень обидеть. Что? Когда опасно, то что? Что нас мотивирует? Что заставляет нас думать и использовать эту опасность. Ну, оно отрицательное, как бы, с вами. Более за себе. Сергей Михайлович, надо будет отвечать. Это последние секунды. Счет 5-4. Не в вашу пользу. Кто отвечает? Риск. Ну, что риск? Это опасно и… И это возможно. И это возможно. С другой версии нет. Давайте ответит Владимир. Отвечает Владимир хорошо. Я в прошлый раз отвечал на финальный вопрос при счете 5-5 и похоронил команду. Ну вот сделай 5-5, я прошу тебя. Итак, давайте. Правильный ответ жду от вас. Владимир. Давайте, да, мы отвечаем. Отвечайте. Давайте это будет кризис. Кризис. И это ваш ответ при счете 5-4. Доверим своим VIP-туру. 5-5. Лаврентий, если мы вытащим эту игру, я ради тебя… Ладно, окунуй ноги, думаю, спать. Я где-то это встречал, но я не помню. Я очень хорошо понял смысл, но я не помню слово. А ты говорил, не надо его брать в команду, не надо. Я же тебе сказал, хороший. Я вообще закончу сейчас все. Это было гениально. Да, эти булиты уже, ребят. Опять булиты. Да, по-другому в соке не бывает. Только булиты. Да, но это слово часто можно услышать в СМИ. Все просто. Поэтому, как работник СМИ, Лаврентий быстро всех раскусил. С одной стороны опасность, с другой благоприятная возможность. Как в Российской Федерации говорят про санкции. Опасность, с другой стороны возможность развивать свою экономику. Здесь та же логика. Плюс слово китайское, знаете, сразу наводит на мысль о пандемии коронавируса, которая пришла из Китая. Любые изменения дают возможности, вот в частности для развития онлайна. Пожалуйста, кризис, пандемия, все просто. Правильный ответ. Кризис. И действительно 5-5. Хорошая игра. Итак, счет 5-5. Булиты. Все на грани. Возьмете вопрос, и вы в финале. Фантастика. Кто бы мог подумать, да? Все как на Сантьяго Бернабел. Кто же станет вашим Себастьяном Тилем? Итак, греки посвящали это дерево Аполлону, римляне Юпитеру, а славяне называли его перуновым деревом. Его современное латинское название происходит от кельтского «красное дерево». Его плоды втрое превосходят картофель по содержанию крахмала и белков. Предпочтительнее употреблять в пищу плоды этого дерева в Средиземноморье, где они сладкие и не горчат. Просто назовите дерево и побеждайте. Почему красное? Красное варивку. Может гранат? Мне кажется, в варивках нет. Крахмалы и белки. Может финики? Крахмалы. Славяне, финики. Крахмалы тоже. Это что-то, что было и у греков, и у римлян, и у славян. Ну понятно, оно росло. Оливковое не может быть у славян. Не может быть. Красное дерево по-латине – это красное дерево. А ну, роша. Копак, роша. Как копак? Роша. Роса, что-то роша. Еще какие? Кто знает там французский, испанский дерево? Как будет? Средиземноморье, наверняка сейчас этот плод у нас есть на рынке. То есть это то, что нам везут оттуда. Красное дерево в три раза больше белков. Крахмал. Ну, я не знаю, я не разбираюсь. Это рябина. Орехи. Другое, вот другое. Орех, ребят. Орех? Ну, у нас лабертид орех. А что, это в орехов крахмал? Миндаль. Это желтое продается. Слива. Я не знаю, в номер один, как заходишь, оно сразу первое. Авокадо, что там? Не-не-не-не, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Там сладкие, что они там сладкие. Там сладкие, что они там сладкие. Апельсины. Апельсины. Горяча. Мандарины, апельсины тоже могут горчить. Да, да. Не горчить, а не кислые. Лимоны? Все, друзья, надо решать. В 10 секунд. Сладяние и апельсины, мне кажется, это очень неплохо. Дайте еще минутку. Не, не могу. Орех не нравится? Ну, неплохо. Друзья, я читала, что они там, где по среде на море, а не сладкие. Старое дерево. Ребята, ребята, ну что? Уже можно сладкое. У нас есть орех. Сергей Михайлович, все, настал тот самый момент. 5-5, решающий буллит, кто отвечает о дереве. Орех. Да. Ваш ответ принят. Это дерево было священным для многих народов. Его почитали и древние греки, и римляне. Венки из его листьев можно увидеть на репродукциях, на головах великих древних. У славян под этим деревом совершались таинства и обряды. Название произошло от кельтского. Куэр означает красивый, красный. Плоды этого дерева употребляют в пищу. Они содержат витамины группы В, белок, мало жиров и достаточно много углеводов. Кроме того, они нормализуют уровень сахара. Мы знаем, что плоды этого дерева горькие. Но в Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции и Алжире они сладкие. Да, сегодня MVP Лаврентий Онищенко. Прекрасно дебютировала Наталья Арапу. Владимир Хорошилов заканчивал вообще все. А Сергей Урсул супер капитан. Правильный ответ Дуб. 5-6 вы в стыковых матчах. Спасибо за игру. Вам большое спасибо. Прямо сейчас вы на первом месте в турнирной таблице. Следом за вами общеприднестровский народный форум. И через неделю с нами сыграет обновление. Спасибо вам за... За этот прекрасный вид. За классную, красивую. И главное сейчас очень актуально честную игру. Так что скоро увидимся. Ну и в общем-то радуйтесь вместе со страной легенд. Спасибо, что вы есть, друзья. До встречи. Спасибо, увидимся на футболе. Да, обязательно. Эту фразу я сейчас закончу вообще все. Произнес российский комментатор Георгий Черданцев. В 2008 году. Во время матча чемпионата Европы, Россия, Голландия. Это было просто потрясающе. Сегодня это повторил Владимир Хорошилов. Ну, было классно, очень эмоционально. Мама лига проиграла с счетом 6-5. Она играла честно, она играла красиво. Она играла классно. Она идет дальше. У нее уже будет возможность проявить себя за счет побед. Посмотрим, как на следующей неделе сыграет обновление. И тогда уже решим, что делать дальше. Но уже понятно, что в игре остаются и ОНФ. Передаю вам привет, дорогие друзья. И Амалига. Дальше еще сыграет обновление. И уже определимся с форматом проведения, возможно, одного полуфинала. И финал. Это страна-легенд. Меня зовут Виктор Савченко. Я поздравляю того зрителя, который ответил на бонусный вопрос о селе Белочи. Всего доброго. До свидания. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok